Итак, сегодня у нас третий выпуск. Сегодня я расскажу о том, что происходит на сегодняшний день. О том, где я, кем я сейчас работаю. О том, что у нас уже сделано на сегодняшний день. С какими проблемами приходится чаще всего сталкиваться. И кто я, и зачем я здесь. Какое-то время я пытался это скрывать или не показывать. Но я действительно работаю на основной работе, которая не имеет никакого отношения к музыке. Это, скорее всего, не очень правильно. Вообще весь этот путь, который я сейчас, по которому двигаюсь, так не надо делать. То есть должно быть либо одно, либо другое. Вот это вот совмещение. У него, конечно, есть определенные плюсы в том, что ты меняешь активность, меняешь вид деятельности. Но если хочешь что-то добиться профессионально, то надо выбирать либо одно, либо другое. А сейчас это, скорее, такой переход с одних рельс на другие. Собственно, моя основная работа, она связана с авиационной серой, в которой я там вот учился, да, и какое-то время работал. Но, в принципе, я в последнее время постарался сделать сдвиг больше в сторону развития бизнеса, там, бизнес-девелопмент, какие-то вот такие вот вопросы, относящиеся не непосредственно к авиации, а больше к каким-то, ну, там, продумыванию новых услуг, там, расчетов, коммерческих предложений. Ну, в общем, то, что более универсально, скажем так, и менее специфично для авиации. Хотя все равно, как бы, это все еще про, там, вертолеты получается. Вот, и, собственно, в свободное от работы время, вечерами будних дней, иногда днем, там, что-то думаем утром, ну, и по выходным я, вот, занимаюсь, собственно, music production. Что сделано на сегодняшний день? На сегодняшний день есть пять выпущенных треков, пятый палец, да, пять выпущенных треков, есть семь снятых видео, которое выложено на YouTube, но из них только два клипа, остальные это так, как бы, побочные, шторостепенные видео. Вот, есть два сольных концерта, которые я сделал, и два еще выступления, там, на музыкальные тусовки, наверное, и на дни рождения у подруги. Причем, вот, про все, что сделано, про эти, там, пять выпущенных треков, да, и два клипа. Самое интересное то, что это, ну, кто-то скажет, что это мало, потому что, ну, можно было за это время пару альбомов успеть выпустить, да. Это хорошо, когда ты знаешь, какой, что является твоим стилем, знаешь, в каком стиле хочешь работать, хочешь ли ты петь или не хочешь, или должен быть другой вокалист, как это делать. То есть, этому всему приходится учиться на ходу, и этого всего я не знал, там, два года назад, да, то есть, это было, как бы, два года назад я решил, что начну, и дальше ты такой, окей, попробуем сделать трек в таком стиле, попробуем сделать в таком, попробуем спеть так. Ты делаешь, пробуешь, приходишь на студию, записываешь, проходит месяц, ты такой, я пробовал это уложить в трек, мне нихрена не нравится, снова приезжаешь, снова перезаписываешь, как бы, уже совершенно в другом стиле. То есть, много из этой музыки, она была, там, грубо говоря, 25 версий из них, там, конечная версия может достаточно сильно отличаться от какой-нибудь, там, 10-й или 15-й, потому что ты пробуешь, ты кидаешь, допустим, друзьям послушать, они слушают, такие, да, нормально, ты слушаешь. Хренеть. На самом деле, споры на предмет того, нужно ли было выкладывать все вот эти предыдущие треки, которые отчасти были экспериментальными, да, которые не являются, там, тем направлением, в котором я хочу дальше действовать, потому что, ну, по-хорошему, музыкант должен быть, ну, цельный продукт, да, то есть все, что ты производишь, все, я имею в виду, и визуал, и то, как ты сам выглядишь, и то, что ты делаешь на концертах, то, как ты общаешься с людьми, и сама музыка, они должны представлять единое целое, да, и если у тебя все треки разные, то, ну, ты не фокусируешься, ты просто бьешь из пушки по воробьям, у тебя нет никакой своей конкретной целевой аудитории, ты просто что-то выдаешь, и мир не очень понимает, что с этим делать. Ну, то есть у меня были, у меня есть друзья, трек, я им даю послушать, они слушают, и ты это хочешь выпустить под тем же именем Relict? Я говорю, ну, да, они такие, очень странно, зачем так делать? То есть с точки зрения профессионального подхода это действительно неправильно, но с точки зрения, как бы, моего собственного понимания, что я каждый раз хочу закрывать определенный рубеж, и его завершать, и как бы делать это, ну, действие, эту активность выполненной, чтобы, ну, такую галочку, пунктик для себя поставить, и уже опираясь на это двигаться дальше, я считаю, это правильно. Теперь немножко о проблемах, с которыми приходится сталкиваться. Ну, проблемах или, скорее, просто вот таких каких-то внутренних вещах, да, с которыми приходится бороться. Одна из самых главных, на мой взгляд, это работа со своими внутренними границами, с тем, что ты считаешь возможным для самого себя. Причем это и внутренняя работа, и работа со внешними вызовами, назовем так. Потому что, ну, начинается все с того, что, ну, да, ты решаешь, что ты хочешь этого, но ты еще не знаешь, можешь или нет. И вот пока ты сам себя не убедишь в том, что ты можешь, не заставишь поверить в то, что ты можешь, все это будут такие очень хлипенькие попытки. То есть все начинается с того, что я просто внутри себя постарался максимально поверить в то, что это все возможно. И дальше уже искал, как это возможно. Вот. Потом очень крутой вызов, когда ты уже считаешь себя артистом, но еще не написал, типа, ни одного трека. Но ты, как бы, работаешь над этим, ты развиваешься, ты понимаешь, что где тебе надо подтянуть. А другие люди тебя видят обычным, типа, Никитой Пескуновым. И такие, что ты делаешь? В смысле, ты будешь выступать? Серьезно? Это что? То есть я, когда первый раз, например, выступил у себя на дне рождения с одним треком, многие люди вообще не поняли, что происходит. Типа, что за музыка? И так как музыка была еще, как бы, не самого лучшего сорта, то они такие, что под нее надо делать? То есть нужно менять не только свое ощущение, да, внутреннее, на предмет того, кто ты, что ты можешь, да, но и нужно выдерживать противостояние стереотипов внутри головы людей, да, то есть внутри голов своих друзей, своих родственников, там, своих любимых, там, каких-то людей, да, с кем-то в отношениях находишься. Ну, короче, это самый прикол в том, что даже если ты потом людям расскажешь, и они, там, согласятся, допустим, с чем-то, но они внутренне понимают, что, ну, не факт, что у тебя это получится, и на данном этапе все выглядит очень смешно, то для тебя это будет как очередной вызов. Ну, если ты, конечно, обращаешь внимание на мнение других людей, не знаю, для меня это было определенной проблемой, определенным барьером, через которые приходилось очень часто перепрыгивать, это когда ты общаешься с тем, кто у тебя по умолчанию как бы ты рассчитываешь, что будет поддерживать, вот, они как бы с такой насмешкой относятся к тому, что музыка, ну, это как-то вообще несерьезно. У нас вообще, в принципе, в головах людей, многие не считают это за какую-то серьезную активность, серьезный бизнес и серьезный, ну, вообще, род деятельности, вот, хотя, ну, смотря, как им заниматься, да, если играть, грубо говоря, в подвале, там, просто вечерами много-много лет, ну, это одно, если, как бы, куда-то выкладывать и продвигать это как, ну, конкретный, как бы, бизнес-продукт, да, стараться сюда привлекать деньги и стараться из этого извлекать деньги, да, то я считаю, что это совершенно другой подход, который, ну, просто является одним из разновидностей бизнеса. В этом плане очень таких, одна из серьезных проблем – это найти под это все время, потому что одно дело, когда ты, у тебя, там, куча денег, тебе не надо работать на работе для простых смертных, там, да, которые, там, 5-2, да, там, 5, да, тебе нужно на что-то жить, там, зарабатывать, да, чтобы квартиру снимать, и в свободное от этого время, когда ты уже уставший, задолбавшийся, да, когда ты хочешь отдохнуть, но ты понимаешь, что у тебя есть какая-то цель, ты берешь и, как бы, начинаешь создавать свой продукт. И в этом плане очень сложно, и, ну, это очень крутой скилл, вот, тайм-менеджмент. Я бы сказал, что это тайм-менеджмент с элементом борьбы, потому что тебе нужно, как бы, побороть все привычные форматы того, как ты привык распределять свое время после работы, с друзьями, как ты привык отмечать праздники, как ты привык взаимодействовать, там, с девушкой, да, с которой ты встречаешься. Если ты будешь делать так, как ты раньше делал, так как только ты ушел с работы, ты пошел гулять, тусить, ты пошел, там, в клубы, бары, рестораны, на выходных обязательно надо уехать за город, на всех праздниках обязательно надо бухать от начала до конца, ничего не произойдет, ничего, как бы, никакого продукта не создастся, ты, как бы, где был, типа, там и останешься. Вот. Ну, и поэтому для меня, получается, очень много времени я тратил на то, чтобы даже в привычных каких-то, там, вот, отношениях с девушкой выстроить, где вы вместе что-то делаете, а где ты просто максимально дистанцируешься от этого и полностью погружаешься в музыку, вплоть до того, что приходится, там, не приходить домой, куда-нибудь уезжать, чтобы не отвлекаться, потому что, когда ты, как бы, рядом с другим человеком, ну, окей, я, вот, это лично моя тема, я не могу полностью сосредоточиться, погрузиться и, вот, в какую-то почувствовать свою внутреннюю, вот, настроиться на внутренний какой-то камертон и какой-то свой стиль внутренний чувствовать. То есть, вот, когда у меня идет внешнее воздействие с кем-то, взаимодействие, я не могу полностью погрузиться в работу, то есть, мне нужно максимально изолироваться вообще от каких-либо воздействий. Я иногда там по выходным приезжал на работу просто в пустой офис, иногда я там в каких-то ресторанах, в этих самых, в Starbucks просто ехал там, садил, собрал себе чашечку кофе и вот просто в незнакомой обстановке, когда меня никто не трогает, вот, там сидел и я создавал музыку. Ну и последнее, наверное, о чем хотел сказать сегодня, это кто я и зачем я здесь, да, и чего я хочу. Я анализировал успех тех музыкантов, которые западали в сердца людей и которые очень сильно вырывались в топ. И у них, у всех, я увидел одну очень крутую черту. Я имею в виду не в их характере, да, а в их продакшене, скажем так, ну, то есть. И фишка в том, что они не делают музыку, а они скорее делают стиль, какой-то образ жизни, какую-то философию, да. Совмещенная с танцами, с одеждой, совмещенная с тем, что они говорят, как они говорят, какой образ жизни окружает их вот в клипах, в музыке и что они параллельно еще, может быть, какие-то продукты выдают. То есть, когда вот это вот все увязано и это действительно к нам западает. Я не говорю про тех, которые резко выстреливают и потом через год о них не видно и не слышно. Я вот это не считаю, как бы, правильным подходом в данном случае. Ну, окей, мне, по крайней мере, это не по душе. То есть, я смотрю на что-то более долгосрочное, то есть, не то, что как спички сгорают, да, там, типа, ты выстрелил, загорелся, все, завтра тебя никто не помнит. Ну, короче, сейчас я работаю над тем, чтобы не просто создавать музыку, а чтобы обернуть это в какую-то красивую идею, красивый стиль, и чтобы это было не просто классными мелодиями, классными песнями, да, а чтобы это было вместе с визуалом, вместе с какой-то вот, чтобы это было стильно, классно, да, не трендово, а в каком-то своем стиле неповторимом. То есть, какие-то артистические моменты, которые я хотел объединить, там, моменты выступления, спецэффектов, съемки видео, графика, и вот это все очень классно объединяется, на самом деле, под одним сильным брендом, назовем это так. Ну, а так, в конечном итоге, я надеюсь, что это все перерастет в то, что это будет бомбовое выступление на сцене, на большой сцене с большим залом. Не ради того, что, типа, потешить самолюбие, хочу большую сцену, а потому что, ну, это та энергия, которую я когда-то почувствовал, еще будучи диджеем, да, и это та энергия, которую очень хочется ощутить в гораздо более крутых масштабах и зарядить людей тоже гораздо более крутыми эмоциями, чем просто на какой-то маленькой небольшой сцене. То есть, когда у вас целая армия, и вы все беситесь от одних и тех же эмоций, и одной и той же энергии, это очень крутая психология уже масс. Это очень круто.